Знаете, друзья, супермаркеты это, конечно, хорошо, это интересно, но игр про супермаркеты было уже слишком много. А сегодня у нас с вами симулятор пункта выдачи заказов. Это, ребята, что-то новенькое. Сегодня мы поиграем в эту игру. Здравствуйте, всем уважаемые друзья, с вами Мак Лаксон. Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на новое видео. И сегодня, да, как я уже сказал, мы с вами играем в игрушечку под названием Pick Up Point Simulator. Это у нас симулятор пункта выдачи заказов, наверное, по типу Ozona или Wildberries. В общем-то, сразу всем желаю приятного просмотра, возможно, кому-то приятного аппетита. Поддержите речку, обязательно вашим лайком, оформите подписочку на канал. И давайте будем начинать. Друзья, сразу хочу сказать одну вещь. Вчера на моем канале был стрим. Ой, точнее, не на канале, все, я уже начинаю путаться, ребята. Вчера на твиче, на моем твиче был стрим, на котором я рассказывал несколько новостей. Потому что давно не было стримов, я вообще, в принципе, давно ничего не рассказывал, ничем с вами не делился. Поэтому, если вы не видели, я сейчас вкратце вам объясню. Новый фон у меня и новый ракурс. Потому что я сделал некую перестановку. Теперь я буду снимать пока что так. Это первое. Во-вторых, это просто какая-то реальная, ребят, судьба. Я только недавно, месяц назад, я устроился на пункт выдачи Ozon. То есть я сейчас работаю на Ozon, как бы вот. И выходит эта игра в симулятор пункта выдачи. Никогда до этого не выходила такая игра. И вот она вышла, когда я устроился работать. Но это, ребят, прям судьба. Поэтому я сегодня очень хочу сильно в это поиграть. Посмотреть, насколько вообще это похоже. Я, благо, теперь шарю за это хотя бы. Смогу, если что, вам что-нибудь рассказать. Друзья, давайте так. Чтобы вы не упускали какие-то важные моменты. Возможно, да, если вы следите за моим каналом или будете следить дальше. Если вам понравится, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылочка находится в описании. И подпишитесь на мой твич. Потому что стримы теперь будут похожи только там. Потому что ютубу крышка. Что ж, все, хватит разглагольствовать. Друзья, давайте будем уже наконец-то начинать. В общем, нажимаем новая игра. Let's go. Обучение. Хотите ли вы пройти обучающий курс? Так, друзья, сейчас я уже сразу вижу, что у нас с вами сверху находятся денюжки и время. Поэтому я себя кидаю вот сюда вниз. Итак, обучающий курс. Да, конечно, хочу, потому что я никогда в это еще не играл. Добро пожаловать в симулятор пункта выдачи заказов. Это релизная версия игры. Но мы обещаем улучшать, обновлять и оберегать наше творение. У нас еще множество идей, которые мы хотим реализовать. Но надеемся, что уже сейчас вы сможете весело и интересно провести время. Приятного времяпровождения. Ой, друзья, на работе одно, дома то же самое. Это знаете, как истории про дальнобойщиков, которые в реальной жизни дальнобойщики. А потом, когда возвращаются домой, сидят в Евротрек еще играют. Вот это та же история примерно у меня сейчас. Ваша увлекательная история. Так, здесь еще есть что-то типа сюжета. Я так понял. Ну, по крайней мере, в описании, кажется, видел. Вы накопили свой стартовый капитал и решили стать предпринимателем. Для этого вы нашли современный район под ваши нужды. Недолго думая, вы основали пункт выдачи заказов. Развивайте свой небольшой ПВЗ до крупного ПВЗ в районе. Не забывайте поддерживать чистоту и довольство клиентов, чтобы ваш бизнес стал успешным. Хорошо. Так, ну что я могу сказать? Ого, фриз, ничего себе. Ну, графа, конечно, да, такая прям... Ну, вот карта вообще прям еще есть куда, ребят, стараться. Вот даже та же карта у супермаркета симулятора была в разы круче, проработание больше. И машины катались. В общем, ладно. Мы сегодня просто смотрим на эту игру, ребят. Она вышла вот 12 августа только. Совсем-совсем недавно. Итак, почта. Текущая цель прочитать утреннюю газету. Нью-сити мин... Майнутс. День первый. Стремление расти. Мэр города рад развитию бизнеса в самом современном районе. А именно он отметил пункт выдачи заказов в пикап-поинт. Спасибо. Спасибо. Городские новости. На протяжении всего сюжета, который длится 31 день, ничего себе, вы будете получать газету. Лучше читать ее сразу же с утра, чтобы понимать, что происходит в этом районе. Это может повлиять и на ваш бизнес. Ничего себе. Хорошо. Давайте хоть на людей посмотрим, как они вообще выглядят. Э, мужики. Ну, понятно. В общем, как все боты ходят насквозь, в принципе. Что с них взять, правильно? Вот он, наш пункт. Вывеска пипец стремная. Я бы поменял, честно говоря. Коробки. Ну, думаю, примерно все как и... Бля, ой, какой знакомый вид практически. В общем-то, ребята, примерно это, наверное, как супермаркет-симулятор. Что-то в этом роде. Итак, использовать компьютер. РВМ. Что? Здесь вы можете узнать информацию о заказах клиентов, приобрести новые лицензии, расширить свой пункт выдачи заказов, начать сотрудничество с магазинами и изменить вывеску. Давайте посмотрим. Итак, текущая цель. Откройте РВМ. А, это типа магазин какой-то. Я понял. Хорошо. Именно здесь, при наличии нужных навыков, вы можете приобрести новые лицензии на товары, расширить вашу точку и начать сотрудничать с магазинами. Но уже сейчас вы можете изменить вывеску вашего ПВЗ. Хорошо. В товарах у нас пока ничего. Лицензия расширения сотрудничества пока закрыта. Вывеска. Давайте поменяем вывеску, ребята. Давайте сделаем, ну, наверное, красненькую, да? В принципе, что еще? Красную. Я даже не знаю, слушайте, как назвать мой пункт выдачи? Бери-беги. Все. Взял и убежал. Доставка. В этом приложении вы можете заказать доставку новых товаров, а также интерьера для вашего пункта выдачи. Откройте БДГ доставка. Так, далее достижения. Заказ доставки. Это окно заказа продуктов и интерьеров. Чтобы заказать доставку продукции, вам придется оплатить доставку. Что же касается интерьеров, то сначала необходимо приобрести его в интернет-магазине. Затем вернуться на эту вкладку и заказать доставку интерьера. Хорошо. Так, газель какая-то у нас тут. Доставка товаров. Ага, ага. Доставка интерьера. Честно говоря, пока вообще ничего не понятно. Приложение интернет. Вы узнаете о вкладках интерьер и отзывы почты и налоги. Давайте посмотрим. Так, здесь можно заказать мебель, чтобы сделать повозу лучше. Почти укажу интерьеры, свои бонусы. Ага. Здесь будете смотреть отзывы клиентов. Угу, понял, понял. Так, и почта. Различные письма. В общем-то, ладно. Письма это тоже понятно. Уже сейчас есть письмо от тайного незнакомца. Прочтите его, когда будет время. Угу. Так, налоги. Вы будете платить налоги каждые три дня и участвовать иногда в развитии района. Что касается налогов, они состоят из арендной платы и электроэнергии. Все понятно. Так, нам с вами сказали, что у нас уже есть письмо от какого-то тайного чела. Э, а где? А, или типа после обучения. Банк, если у вас возникли трудности, то можете взять кредит. Понятно, предпочитаю не пользоваться этим. Разгрузка. Так, перед вашим пунктом выдачи заказа стоят коробки с заказами внутри, в каждой из которых по четыре предмета. Вам нужно разгрузить большие коробки, а затем выбросить их в ближайший мусорный бак. А, в смысле? А чё? Я не понял. А, вообще-то, чувак, который привозит коробки, сам должен их заносить. Так, вообще-то, значит, что? Текущая цель – разъяснить коробки. Давайте посмотрим. Так. А как? Она не открывается? Поставить, может быть, надо? А, всё, я понял. А, ну да, точно, господи, они же закрытые должны. Сейчас, ребят, подождите, немножко в управлении путаюсь. Так, на Е мы достаем с вами коробку. И, я так понимаю, вот так ставим. Ага, ну, знаете, как-то не совсем удобно на самом деле. Не совсем удобно. Это раз, а во-вторых, что здесь, блядь, вообще с номерами ячеек? Алё, они не могли бы по-нормальному идти, типа, раз, два, три, там, и так далее. Вообще-то так должно быть. Когда она складе есть место, всё должно правильно идти. Так, выкинуть её в мусорку. В куда? А, вот сюда. Выкинуть мусор, всё хорошо. Ну, давайте, давайте попробуем, ребята, снова. Так, хорошо, посмотрим, куда ещё можно поставить. 144, 152. Ну, давайте их хотя бы рядышком друг с другом поставим. Хотя нет, вот 140, 144. Путаюсь в клавишах, не очень удобно на самом деле. 853. Вон, пускай рядом с этой стоит. Так, 688, ладно, пофиг, пускай стоит здесь. И вот это 429. Хорошо, давайте, подбираем, выкидываем. Открытие пункта. Теперь, когда вы готовы к работе, вам нужно подойти к знаку closet рядом с дверью и нажать на него, чтобы открыть попытки. Давайте, открыть, всё, отлично. Так, значит, смотрите, друзья, свет, включаем свет. Хотя, бля, вам не кажется, как-то слишком ярко, да? Не, давайте лучше без света пока посидим. Так, у меня вопрос, будут ли люди... Так, да, походу, люди будут... А чё я... Я не помню. Это что ли декорация или ещё швабра? Я не мог, я сейчас ничего, ребят, подметать. А вот и первый человек, которого мы собираемся обслужить. Для этого вам нужно взять со стола сканера, сканировать QR-код на телефоне клиента. Это мы знаем. О, бля, вечно вот это их... Мобилы в лицо, так, сканировать код. Давай, хорошая работа. Теперь зайдите в приложение на вашем компьютере, чтобы увидеть код заказа. Так, бля, управление не очень удобно, честно говоря. В правой части экрана вы увидите код от сканированного заказа. Вам нужно найти коробку с точно таким же кодом, поставить её на столешницу рядом с компьютером и мусорным ведром кнопкой Е. Затем распаковать её и выдать заказчику его заказ. Когда закончите, выбросите. Схуёв! Схуёв вообще! Сам пускай розетывает коробку свою. Пускай сам вскрывается, смотрит. Так и должно быть так. Пряжа для вязания. Тара-та-ра-та-та. 401, в общем-то. Понятно. Нет, стоп. Допустим, я могу... Да, я могу просто оставить так, выйти. Подбираю. Вот, знаете что, ребят, неудобно? А, вот сейчас... Вот, смотрите. Вот я на левую кнопку мыши коробку беру с полки. Вот сейчас я могу на левую кнопку мыши её обратно положить. А до этого у меня было написано нажмите G, чтобы разместить. Короче, вообще, блядь, неудобно. В общем, ладно, ставим. Е. А это мне куда, блядь, девать? Вот нахуй я это достал? Вот она же сама могла это достать. Алё. Это вообще... Это бред какой-то. Подожди. Ну? Алё. Блядь, вы серьёзно? Я ещё должен мусор тут свой складировать. Не, ну это вообще бред. Не, не, не. Так не это. Так не годится. Теперь вы знаете, как обслужить клиентов. Но есть ещё две вещи, о которых я должен вам расставить. Первое. Это дерево навыков. На N. Хорошо. Давайте посмотрим. О, господи. Короче, понятно. Куча навыков. Давайте посмотрим, что здесь есть. Позволяет расширять. Снижает налог. Полы перестанут загрязняться. Снижение стоимости платы арендной. Угу, угу. В общем, понятно, ребята. Много-много навыков. Это всё нужно смотреть. Так, они... Так, цена 90 очков. Каких-то 115. Или это не очки. Или это... А, это за баксы, скорее всего, да? Всё. Драки. Ого, льва. Тут драться можно. В реале такого у меня нет. Было бы благо. В игре будут встречаться неадекватные клиенты, с которыми вы можете подраться. Чтобы войти в режим драк, нажмите кнопку Q. Не забывайте, что драки без причины снижают рейтинг. Охренеть. Войти в режим драки ещё нужно на Q. Охренеть. Теперь у предпринимателя и должен сам управляться со своим бизнесом. Ну, а мы будем наблюдать за тобой. Хе-хе. Удачи. Спасибо, блядь. О! Вот так вот, блядь. Охренеть. Нормальный режим драки. Ладно. Вот почему нельзя было использовать компьютер на левую кнопку мыши? Вот желательно как можно больше действий на LKM. Потому что на EG, LKM, блядь, это путает вообще очень сильно. Так, снова. Привет. Не привет, а здравствуйте, вообще-то. Мы с вами не знакомы. Я так понимаю, из РВМ можно пока даже и не выходить. Книга любитель колец. 853 коробка. Хорошо. Ой, блядь, нифига себе. Пришло сколько народу. Так, значит, сейчас я ещё опять путаюсь пока в этих, блядь. Вот, вот так ему отдать. Короче, пик, пик, пик. 140. Вот опять LKM, е, блядь. Ну, неудобно вообще, ё-моё. Ай. Подожди. А. Я, вот я опять не на ту кнопку нажал. Видите, вот я говорю. Очень, очень, ребята, неудобно. Так, какая? Не увидел. 429. Хорошо. Ставим, значит, достать на E. Господи, когда я это запомню? Отдаём. Сканируем. Ставим на место. Так, это выкидываем. Так, какая теперь? 152 коробочка. Давай, давай. Чё хоть они берут? Персиковая пряжа. Короче, бабы берут только пряжу. Понятно. А телефончик они почему не убирают? Телефон-то можно уже убирать, как бы. Так, подожди, а куда? А куда их столько приходят? А, ну это, скорее всего, последний, потому что коробок-то больше нету. Так, ладно. Доставить товар. Держите, пожалуйста. Всё. Пам-пам-пам. Чёрная теннисная ракетка 979. Зачем-таки большие коробки, конечно, непонятно. Но да ладно. Ну да ладно, жёлтая пряжа. Бля, тут, тут, ну тут, видимо, ребят, ещё видите, потому что игра свежая, пока товаров очень-очень мало, наверное, разнообразия мало. Ну, то есть прям, вообще максимально, максимально всё по-простому сделано. Пряжа, ракетка, вот сейчас у неё чё, блядь, опять ракетка будет? А, ну и у неё тоже пряжа, я понял. Нихуй! Это чё за сучонок сейчас мне тут на паной? Это вот этот вот? Нихера у него понос. Жёсткий вообще понос. Ой-ёй-ёй-ёй. Блядь, это ж никуда не годится такое. Так, подождите, женщина. Так, это мы выкидываем. Ставим, достаем, отдаём. Всё. Ребят, 32 бакса за сегодня заработали. Вы посмотрите. Так, а теперь... I'm sorry, very well, как говорится. Можно мне разобраться вот с этим поносом? А, понятно. Метла трёт только когда грязно, потому что я тогда пытался потереть, когда было чисто и не получалось. Ну, бля, конечно, да, ребята. Игруха прям сырая. Ой-ёй-ёй, как сырая. Прям сырущая. Очень многое надо допиливать. Графон, как минимум. Ну, в общем, много-много, ребят. Много всего. Лучше пока даже, мне кажется, не ударяться разрабам сильно в... Знаете, в разнообразие вот этих навыков расширения. Главное просто хотя бы сделать, для начала, визуально приятный. По управлению удобный и просто интуитивно понятный. Вот, например, почему я прыгать не могу? Вот, когда перемещаешься, охота иногда подпрыгнуть ещё что-нибудь. Это уже было бы приятнее. А так я чувствую какую-то скованность. Вот, что ещё можно добавить? Товаров, конечно, побольше надо. Но это, я думаю, будет. Выкидываем мусор. Так. Хорошо, у нас с вами, смотрите, у нас есть какое-то время вообще, я не знаю. Да, время идёт. А, оно же у меня справа сверху, точно. Доставка товаров. Это тип... Почему я должен вообще заказывать товары? Я пункт выдачи, а не магазин. Маленький кредит. Большой кредит. Ага. Ну-ка, чё там отзывы? Ого-го. Нихера себе. Нас ставили. Пушкина стрит 32, ребята. Улица Пушкина у нас с вами 32. Работаем с 8 утра до 10 вечера. Нихера себе график. Ну не, это жёстко. Фото. Несколько фоток нашего пункта, понятно. И отзывы. Мда. Последние два, конечно. Это всё засранцы, потому что полы мне замарали, и мне начали плохие отзывы ставить. Опа. Что это? Письмо у нас на почту пришло. Так. От моего какого-то друга. Дружище, это ты? Привет, дружище. Сто лет с тобой не общались. Слышал, ты открыл свой ПВЗ. Я сейчас как раз работаю в надзорных органах. И иногда буду заглядывать. Заглядывать к тебе. Старайся соблюдать чистоту. Вежливо обслуживать клиентов. И всё, у тебя будет супер. Напишу тебе через пару дней. Удачи в развитии бизнеса, дружище. А я помогу, чем смогу. И буду предупреждать, когда к тебе заглянут. Ага. То есть, такой, некий, в общем-то, друг нас будет покрывать. Да, я так понимаю. Если к нам надзорные органы соберутся, он нас предупредит. Я понял. Давайте закажем вот это. Я не знаю, посмотрим вообще, что будет происходить. Ваш грузовик в пути. Спасибо, что выбрали наш сервис доставки. Хорошо. Давайте ждём. Ждём сейчас, пока он к нам приедет. Будем разгружаться. Работаем до скольки там? До 22.00, да? Сказали. Хорошо. Хорошо, без проблем. Я подожду. Я так понимаю, это, ребята, время... Чё, 0.30.60? Типа час доставка длится, правильно? Так. О, уже потем... О! Бля, никто не приехал. Ни коробочки не появились. Ничего, ребят. Просто... Просто коробки сами тут телепортировались. Я понял. Всё, я понял, ребят. Давайте. Это уже останется у нас с вами на следующий день. А, вы, сучары. Вот такие, оказывается. Так, вы, оказывается, сразу ждёте. Я-то... Нихера себе коробки здоровые. Алё. А вы в курсе, что у меня стеллажей пока где-то не хватает? Или нет? Так, всё. Четыре коробки, да? Достал. Ну, нет. Это, ребята, уже другое дело, блин. Бля, ну, конечно... Бля, с этим управлением я даже быстро не могу делать это. Вы понимаете? Красная пряжь. 432-я. Бля, а вот она ещё не даст... Недостатый из коробочки, как раз таки. Ай, фак. О, вот она. Всё, отдаём. Так. Е. ЛКМ. Господи, вообще, вот... 406. Вот она. Блядь. Коробки. Лучше бы они сами их выкидывали куда-нибудь в ведро, чтобы потом это ведро к концу дня забивалось. И я, допустим, просто выдавал им... Кстати, ребят, вот. 22.00. А, всё, я могу закончить день. Но они при этом всё равно ещё приходят. Ну, я понял. До последнего клиента будем, по своему, походу, работать. Держите. Так. 180. Есть такое. Есть такое, да. Приехала уже коробочка ваша. Вечно забываю их выкидывать отсюда. Держите. Так, 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 так. 218. О, ребят, что-то новенькое. Цветные карандаши. Хорошо. 218. Тоже есть такое. Вот он стоит. Пожалуйста, пожалуйста. Так, так. Ваш товарчик. 308. Настольная игра выжившая. А, я думал, совсем всё плохо, ребят, по товарам. Нет, вроде бы разнообразие есть. Хорошо. Настольную игру выдаём. Так, всё, поехали. Текст, текст, текст. Чё у нас ещё? У нас ещё с вами не доразобрано до конца. Давайте посмотрим. Так, так. Это можно выкинуть. Всё, отлично. Бери, беги. Open. Нормально. Ещё, знаете, ребят, чё неудобно? Смотрите. Во всех играх как? Ну, когда полы моешь. Если моешь пол, ты можешь, во-первых, камерой двигать. Во-вторых, чтобы мыть, надо зажать левую кнопку мыши. Здесь я просто нажимаю один раз. И я не могу. Вот я мышкой, смотрите, шевелю. И всё, я даже кнопку не держу. То есть я просто нажал один раз LKM. Всё, запустил процесс. Она сама чистит. И при этом даже камеры нельзя шевелить этот момент. Тоже не очень... Не очень это удобно. Не очень это приятно. Так, окей. Компьютер у нас... Всё понятно. В общем, компьютер, сканер. А, его ещё и ставить нельзя вниз. Я понял. Ну, это на самом деле тоже минус. Потому что, не знаю, я... Я бы поставил его куда мне удобно, например. Не, ну да, без базаров, конечно, здесь удобно. Но всё равно. Всё, клиентов сегодня не будет. Заканчиваем день. День первый, 12 клиентов. Средняя оценка 2,6, блядь. Заработано очков навыков. Минус 10 или 10? Как-то странно. Выручка 59, расходы 10, платёж по кредиту 0, прибыль 49 и баланс у меня 150, в общем-то, баксов практически. Понятненько. А это что, новый завоз? Угу. Всё понятно, друзья. Всё понятно. Новый завоз товаров. Ну, короче, ребят, чё я могу вам сказать? Чё я могу вам сказать? Подождите, а как докупить стеллажи? Как докупить стеллажи? Я забыл. Интерьер. Так, вот стеллаж. Ну, пару стеллажей точно надо? Чё, они у меня в корзине? Так, покупаем. Теперь доставка. Доставка интерьера. Ещё 10 баксов. Ещё час ждать. Охренеть. Ну, нормально, конечно. Э. Не понял. А, блядь, открыться надо, господи. Всё, открылись, да? И время... Да, всё, и время пошло. Доставка. Ну, в принципе, нормально. Тоже, знаете, это удобно тем, что можно не открываться, пока время не идёт. Нормально всё расставить. Все товары, ну, коробки расставить. И потом уже, как говорится, 251. Так. Нету, блядь, она где-то в коробках убрана. Ну, это, конечно, неудобно, что пипец. Короче, расставить можно успеть все товары до открытия, и будет нормально. Ну, как в супермаркет-симуляторе мы с вами делали, в принципе. Текст, текст, текст. Ну-ка, оба. Бляда, где 251? Ёб твою мать. А, это стеллажи привезли. Нет, это хорошо. Можно вот так. Не, знаете, жалко, что... Так, это мусор. Жалко, что это самое. У нас склада с вами отдельного нету. Давайте пока его вообще так поставим. Всё, это мы... Это же точно мусор. Да, это мусор. Выкидываем. Это тоже мусор. Выкидываем. Достаём коробку. Так, ребят, новое письмо. Блядь, надеюсь, не надзорные органы к нам собрались. А то я вообще-то занят ещё немножко. Я товары разбираю тут. Так, так, тара-та-та. Ну, ребят, конечно, я сейчас расставляю, как попало. Всё, вы поймите. Стоп, я не понял. Это чё? А, это типа нужная коробка уже мне. Я понял. Достать. Нет, стоп. Я не понял. 251-ое. Вы тоже, да, не видите? Ну, блядь, это есть 251-ое, значит. Ну и в чём проблема? Достать товар на Е. Я не могу. Алё. Ребята, всё забагалось, походу. Вообще зашибись. Класс. Я не могу достать товар из коробки. Походу, она забагалась. Супер, вообще. Главное меню. Допустим. Просто допустим, друзья. Продолжить. С какого момента это будет? Понятно. Только с начала дня. Короче, друзья, ладно. Давайте выйдем в меню. Мы с вами посмотрели сегодня на эту игрушку. Просто мне было интересно. Если кому-то из вас было тоже интересно, надеюсь, что вы это видео досмотрели до конца. Поняли, что эта игра, в принципе, ещё достаточно сырая. Да, она сырая, друзья. Но я очень надеюсь, что разрабы возьмутся за неё и, возможно, сделают из неё прям реально конфеточку. Поэтому я буду следить за этой игрой, за её обновлениями. Если что-то интересное выйдет, такое крупное прям, да, что-то сильно поменяют, то я обязательно запишу ещё видосик по этой игре. Возможно, даже будем с вами нормально развивать пункт выдачи заказов. А вообще, если вам понравилось, вы можете поддержать речку вашим лайком обязательно. И напишите об этом в комментариях. И, возможно, я даже продолжу, если вам прям очень сильно зашло. Ну что, друзья, на этом всё. С вами был я, МакЛаксон. Всем огромное спасибо за просмотр этого видео. Всем большой удачи, хорошего настроения и увидимся с вами, ребята, в новых видео. Всем пока! Всем пока!